Добрый вечер, дорогие коллеги! Мы начинаем наш час с ведущим урологом. И сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, профессор, уролог высшей категории, член президиума, почетный член российского общества урологов, наш любимый Владимир Викторович Борисов. Здравствуйте, Владимир Викторович! Добрый вечер! Огромное Вам спасибо, что Вы приехали к нам сегодня. И Владимир Викторович сегодня нам прочитает лекцию по лечению хронического простатита. Наверное, это одна из самых востребованных тем в урологии, и одна из самых дискутабельных. Поэтому мы надеемся на вопросы с Вашей стороны. Уже несколько вопросов пришли, мы их уже зафиксировали. И, Владимир Викторович, что Вы нам расскажете нового по лечению простатита. Спасибо. Надо ставить хронические воспалительные заболевания, инфекции, передаваемые половым путем, но, безусловно, имеют значение и аномалии органов мочеполовой системы, и образ жизни. Чаще эти больные ведут малоподвижный, сидячий образ жизни. И проблема секреторной конгестии с длительным половым воздержанием. И особенности питания, это избыток острой пищи, алкоголь, запоры. Это и иммунодефицит, который у этих больных весьма нередко. И стресс, и сопутствующие заболевания, в частности, и хронической венозной недостаточности, аденомопредстательной железы. Лечение больных хроническим простатитом, оно весьма и весьма разнообразно, и, наверное, никогда не потеряет свою актуальность для урологов во всем мире. И оно, безусловно, должно быть комплексным и грамотным, и нельзя пренебрегать ни одной из новых возможностей патогенетического воздействия на течение заболевания. И сюда относятся антибактериальная терапия, и противовоспалительная терапия, и физиолечение, и иммунокоррекция, и массаж предстательной железы, и коррекция образа жизни. Тем не менее, препараты для лечения больных хроническим простатитом обладают порой целым рядом весьма и весьма, ну, не очень хороших, так скажем, свойств. В частности, антибиотики способны вызывать дисбактериоз, кандидоз, иммуносупрессию, нестероидные противовоспалительные средства, порой поражают желудочно-кишечный тракт, нарушают функцию почек. Ангиопротекторы тоже не всегда позитивно на желудочно-кишечный тракт влияют. Средства, которые влияют на иммунную систему, порой вызывают аллергические реакции, а биологические экстракты могут вызывать индивидуальную непереносимость. И вот здесь, на этой схеме, я хотел показать, что же в центре. Вот возникновение хронического простатита. Это не однозначный процесс, а это процесс жизнедеятельности организма, в частности, организма мужчины вообще. И предшественниками окислительного стресса, который лежит в основе поражения эндотелия, это и артериальная гипертензия, и дислепидемия, и диабет, и курение. Поражение эндотелия, кроме того, что вызывает хронический простатит, еще и виновно в вазоконстрикции, ректильной дисфункции, возникновении атеросклероза, тромбоза. Здесь же имеет значение аденомо-предстательной железы и так далее. А для того, чтобы понять, какое же место занимает хронический простатит, давайте еще раз посмотрим. Ведь все крутится, если можно так сказать, вокруг хронической гипоксии органов малого таза. И здесь имеет значение и гипертонус симпатической системы, и венозной тазовой конгестии, и секреторной конгестии, и даже сонной апноэ. Многие из этих вещей вызывают андрогенный дефицит, который, в свою очередь, может влиять на возникновение хронического простатита. А хроническая гипоксия органов малого таза – это прямой путь к развитию хронического простатита. А хронический простатит, в свою очередь, нередко вызывает симптомы нижних мочевых путей. Кроме того, простатит и симптомы нижних мочевых путей также завязан в целом каскаде мужских заболеваний. Это и аденома предстательной железы с инфравизикальной обструкцией, и соматические заболевания с эндотелиальной дисфункцией, и с сексуальными нарушениями, в частности, с нарушениями эрекции. Но простатит имеет непосредственную связь с этой симптоматикой. И патогенетическое лекарственное лечение этого сложного заболевания, если можно так сказать, оно должно включать, прежде всего, меры, направленные на устранение явлений конгестии в малом тазу и улучшение оттока застойного секрета предстательной железы, ликвидацию воспалительных инфильтратов, стимуляцию крово- и лимфообращения для нормализации функции предстательной железы, улучшение микроциркуляции с применением не только ферментных порой антикоагулянных препаратов, подавление аутоагрессии, когда она участвует в развитии хронического простатита, повышение иммуно-реактивных способностей организма и ткани предстательной железы путем назначения соответствующей иммунокоррекции, применение спазмолитиков для улучшения оттока и, наконец, применение мужских половых гормонов при наличии их дефицита. По приоритетам от 0 до 5 в этой таблице перечислены методы лечения хронического простатита. Безусловно, ведущее место занимает антибактериальные средства, затем по убывающей альфа-адреноблокаторы, массаж предстательной железы, противовоспалительная терапия, обезболивающая терапия, ну и так далее. На последнем месте стоит альтернативная терапия и применение антикоагулянтов. Антибактериальная терапия, как я уже сказал, имеет приоритетное значение в консервативной терапии хронического бактериального простатита. Ее выбор определяется следующим фактором. Возбудителем воспалительного процесса, способностью препаратов проникать в ткань и секрет предстательной железы, созданием концентрации, которая способна приводить к гибели микроорганизмов. И, наконец, спектром антимикробной активности лекарственных средств. Антибактериальные препараты разных групп отличаются способностью создавать в секрете ткани предстательной железы определенный уровень концентрации. И предпочтение следует отдавать препаратам с высокой жирорастворимостью, находящимся в неионизированном состоянии, с низкой степенью связи с белками плазмы крови, обладающими способностью свободного проникновения через липидные мембраны эпителиальных клеток простаты и активных в щелочной среде. А неэффективность антибактериальной терапии, как правило, бывает обусловлена неправильным выбором препарата, его дозировки, кратности назначения, либо наличием бактерий, персистирующих в протоках и ацинусах предстательной железы и покрытых защитной экстрацеллюлярной оболочкой, то есть биопленки. Биопленки, как известно, это сообщество микроорганизмов, покрытые тонкой полисахаридной пленкой, они являются очагами инфекции, имеют собственные принципы жизнедеятельности, жизнеобеспечения и системы защиты от неблагоприятных механизмов защиты хозяина и антибактериальных средств. Формирование биопленок одна из главных причин антибиотикорезистентности и хронизации инфекции мочевых путей. Микрофлора биопленки гораздо более устойчива к воздействию неблагоприятных факторов. Микробная пленка, биопленка может становиться гидром камня при мочекаменной болезни и, что самое главное, что бактерии в биопленках остаются живыми даже при концентрации антибиотиков, которая превышает в 500 тысяч раз минимальную подавляющую концентрацию. Ежегодно в Соединенных Штатах Америки более 6 тысяч человек умирают из-за снижения эффективности антибиотиков. В странах Европы умирает 25 тысяч человек вследствие инфекций, вызванных резистентными микроорганизмами. Это может привести к тому, что инфекционные болезни могут стать неизлечимыми, так как разработка новых антибиотиков идет, к сожалению, крайне медленно. И хотя ведущие мировые эксперты призывают к более обдуманному назначению антибиотиков и сокращению масштабов и их использования. За последние 10 лет потребление противомикробных средств в мире увеличилось на 36%, с 54 до 73 миллиардов условных единиц. Число новых разработанных и одобренных, в частности, в Соединенных Штатах антибиотиков неуклонно снижается. И посмотрите данные 80-84 года за 5 лет это более 20 молекул. И 2010-2012 года это менее 2-3 молекул в год. И глобальный план действий по борьбе с растущей проблемой устойчивости к антибиотикам и другим противомикробным средствам были одобрены на 68-й сессии Всемирной организации здравоохранения в мае 2015-го года. И одной из ключевых целей плана повысить осведомленность и понимание назначений противомикробных препаратов путем уточнений связей, эффективного просвещения и обучения. И терапия антибиотиками при хроническом простатите включает выделение идентификации возбудителя простатита, изучение его чувствительности к противомикробным средствам, выбор наиболее активного и наименее токсичного препарата, определение оптимальных доз и способов введения с учетом особенностей фармакокинетики антибиотика в организме больного. Наконец, своевременное начало лечения и проведение курса противомикробной терапии необходимой продолжительности до получения стойковой эффекта. Необходим обязательно учет особенностей проявления и частоты побочных реакций в организме больного. Комбинирование препаратов как между собой, так и с препаратами, которые могут усиливать противомикробный эффект, улучшающих фармакокинетику, снижающих частоту побочных явлений, улучшающих микроциркуляцию в ткани предстательной железы. Ну и наконец, проведение комплексной терапии с учетом особенностей иммунного статуса и гормональных нарушений у больного. Возбудители хронического простатита условно делят на четыре группы. Общепризнанные это граммоотрицательные бактерии кишечной палочкой, клепсиел и протеи. Вероятные это граммоотрицательные коки и антерококи золотистый стафилококк. Третья группа это маловероятные это эпидермальный стафилококк. И наконец, четвертый криптогенные это хламидия, уреоплазма, трихомонады, каринобактерии, неклострадиальные анаэробы, кандиды, бактерии в биопленках или с дефектом клеточной стенки. И в лечении бактериального хронического простатита безусловно при бактериальном простатите это антибактериальной терапии, при абактериальном простатите ведущим является комплексное противовоспалительное лечение, которое кроме антибиотиков и антибактериальных препаратов включает нестероидные противовоспалительные средства, препараты, улучшающие микроциркуляцию, альфа-адреноблокаторы, ингибиторы, 5-альфа-редуктазы, растительные экстракты, комплексы витаминов и микроэлементов, модуляторы и стимуляторы иммунитета, биорегулирующие пептиды, ферменты, анальгетики, антихолинергические препараты, а также антидепрессанты и гормональные средства. Добавление витамина Е к антибактериальной терапии является более эффективным методом лечения симптомов инфекции мочевых путей, чем прием антибиотика в монорежиме. Его назначение рекомендуют с самого начала терапии для редукции клинических симптомов, потому что он оказывает значимое влияние на уменьшение симптомов заболевания в острой фазе инфекции мочевых путей. Наконец, нужно помнить о том, что назначение альфа-1 адреноблокаторов позволяет выявлять бактериальные формы хронического простатита в два с половиной раза чаще вследствие улучшения кровотока и дренирования выводных протоков предстательной железы. Патогенетические факторы развития хронического неинфекционного простатита вот они заложены вот в эту достаточно сложную схему, но следует иметь в виду, что альфа-1 адреноблокаторы они влияют на ишемию и гипертонус гладкой мускулатуры предстательной железы одно действие и ликвидирует спазм артериальных сосудов из простатических венок. И нивелирует повышение активности альфа-адренорецепторов шейки мочевого пузыря и простатического отдела уретры. И тогда, включаясь вот весь этот комплекс, позволяет добиться позитивных результатов. И альфа-1 адреноблокаторы существенно уменьшают выраженность симптомов, улучшают мочеиспускание и качество жизни, уменьшают воспалительные изменения в секрете предстательной железы, улучшают кровообращение предстательной железы и ректильную функцию, а обобщенные данные недавних исследований свидетельствуют о том, что позитивный результат с помощью альфа-адреноблокаторов можно добиться у 64% пациентов. Но курс лечения должен быть достаточно длительным и за 6 месяцев применения альфа-1 адреноблокаторов вы видите насколько позитивные результаты можно получить. Но лечение альфа-1 адреноблокаторов курсами менее 6-8 месяцев часто может приводить к рецидиву симптомов. А эффективность большинства альфа-адреноблокаторов в лечении хронического простатита по своей эффективности близко. Они различаются всего лишь профилем безопасности. Это результаты 6-месячной терапии альфа-1 адреноблокаторами у больных хроническим простатитом то исследование которое проводилось в урологической клинике Московской Медицинской Академии. Вы видите что у 80% больных симптоматика перешла в легкую секрет простота улучшился почти 90% 41,7% произошла нормализация элиминации возбудителя у 77% больных категории 2 данные ультразвукового исследования это и нормализация эхоструктуры нормализация скорости кровотока и улучшение восстановления сексуальной функции кроме того по сравнению с данными до лечения существенно улучшились параметры боли и дискомфорта существенно улучшилось мочеиспускание и улучшилось качество жизни и к исходу 6 месяцев терапии у 61% больных уже сексуальных расстройств не было а у 27% наблюдались нарушения легкой степени выраженности поэтому если оценивать суммарно эффективность альфа-1а адреноблокаторов у больных хроническим простатитом это уменьшение выраженности симптомов улучшение мочеиспускания уменьшение воспалительных изменений улучшение кровообращения в предстательной железе улучшение ректильной функции и повышение фертильности при недостаточности кровоснабжения предстательной железы семенных пузырьков полового члена яичек придатков за счет воспаления в них нарушается микроциркуляция обилие анастомозов между венами предстательной железы и венозной системой таза приводит к развитию распространению на простоту венозной тазовой конгестии микроциркуляция обладает фундаментальной ролью которая играет процессы транспорта биологических жидкостей в жизнедеятельности органов и тканей благодаря этим процессам в ткани доставляется и кислород и глюкоза и аминокислоты все необходимые питательные вещества гормоны медиаторы антитела и другие вещества участвующие в обмене веществ кроме того транспортные феномены на уровне микроциркуляции имеют прямое отношение к поддержанию водного баланса тканей и их локальной температуры им же принадлежит немаловажная роль в поддержании специальных видов тканевого обмена определяемых реакциями информационно-иммунологического надзора поэтому в лечении конечно должны входить и ангиопротекторы к такого рода средствам можно относить там и трентал и агапурин то что улучшает кровоток на уровне мелких сосудов вазопростан улучшающий приток артериальной крови троксовазин венорутон детролекс то что нормализует венозный транспорт ну и наконец известный давно искузан благодаря его антикоагулянтному венотонизирующему и противовоспалительному действию российские урологи при лечении хронического антибактериального простатита широко применяют биорегуляторные пептиды цитамидины витопрост и простатилен эти комплексы выделенные из предстательных желез крупного рогатого скота обладают и иммуномодулирующим и противовоспалительным действием улучшают микроциркуляцию и питание предстательной железы витопрост исследованием которого значительное внимание уделяли наши коллеги из Санкт-Петербурга это комплекс водорастворимых биологически активных пептидов выделенных из предстательной железы крупного рогатого скота и в результате лечения это данные профессора Ткачука Владимира Николаевича уменьшаются симптомы хронического простатита уменьшается воспаление нормализуется количество лейкоцитов в секрете предстательной железы имеется позитивная тенденция к увеличению количества и подвижности сперматозоидов больные вот такие отмечают улучшение эрекции и экуляции и важным положительным эффектом является исчезновение или уменьшение боли и дискомфорта вызванных хроническим простатитом а общий положительный лечебный эффект превышает 80% побочные нежелательные эффекты крайне незначительны но кроме того нельзя замыкаться только на экстрактах животного происхождения например можно рассмотреть такой препарат из естественных продуктов которые улучшают деятельность мужской репродуктивной системы как простопин и он состоит из цветочной пыльцы прополиса перги меда маточного пчелиного молочка вот на этой схеме показаны точки приложения этого препарата который нормализует кровообращение в предстательной железе ликвидирует отечность восстанавливает нормальные мочи спускания способен влиять на эректильную функцию подвижность сперматозоидов ну и в какой-то мере тормозит возможное развитие аденома предстательной железы и этот препарат как показывают и наши в том числе исследования он показан в комплексном лечении как острого так и хронического простатита воспалительных других заболеваний уротрита и визикулита эректильной дисфункции мужского бесплодия ну и в силу анатомической близости геморроя парапроктита проктосигмоидита и так далее способ применения очень простой по одному субпозиторию в сутки от двух до четырех недель на фоне проводимой терапии простапином значительно уменьшалась выраженность симптомов хронического простатита если вы посмотрите на характеристику опытной группы с применением простапида это диаграммы расположенные с правой стороны то и уменьшение боли затруднение при мочеиспускании сжение при мочеиспускании снижение половой активности оно более значительный позитивный эффект имеет чем в контрольной группе где проводилось традиционное традиционное лечение кроме того уменьшилась и выраженность и выраженность нарушений мочеиспускания в опытной группе оно более значительно и уменьшалась вялая струя мочи императивные позывы простата ре то есть увеличивался тонус предстательной железы и нивелировалась недостаточность эрекции и кроме того кроме того у этих больных и вот правые диаграммы у больных с применением простапина нивелировали ускоренную эякуляцию улучшали сон уменьшали слабость и повышенную нервную возбудимость данные пыльцевого ректального исследования в опытной группе с простапином также имели весьма и весьма выраженную позитивную динамику по сравнению с контрольной группой при трансректальном ультразвуковом исследовании предстательной железы наблюдали уменьшение объема и уменьшение гетерогенности эхоструктуры предстательной железы более выраженной чем при традиционной терапии в контрольной группе если уж рассматривать и репродуктивную функцию то курс лечения простапином улучшает качественные количественные параметры экулята от 73 до 87 процентов больных увеличение объема порции экулята нормализация вида экулята и нормальной вязкости исчезновения признаков воспалительного процесса пиоспермии что очень важно отметить что на фоне терапии простапином в сперме исчезает явление агглютинации сперматозоидов отмечено статистически достоверное повышение общего количества сперматозоидов более чем на 50 процентов повышение активно подвижных форм и снижение неподвижных форм и тенденции к снижению количества малоподвижных сперматозоидов поэтому на фоне терапии простапином значительно уменьшилась выраженность симптомов хронического простатита расстройства мочеиспускания в опытной группе уменьшались от 53 до 60 процентов больных в контрольной всего лишь у 40 нормализация половой функции в основной группе зафиксировано как я уже говорил 66 и 7 73 процента в контрольной всего 33 40 процентов ну и наконец общее воздействие на организм улучшение функциональной активности центральной нервной системы в опытной группе отмечалось гораздо чаще почти более чем в 90 процентов по сравнению с контрольной результаты пальцевого ректального исследования также показывали положительную динамику и улучшение пальпаторных параметров предстательной железы лабораторные данные повторное исследование секрета просто продемонстрировало улучшение его параметров в опытной группе а проведение лечения способствовало нормализацию клинического анализа мочи в сочетании у больных в сочетании со стандартной медикаментозной терапией в контрольной группе это было несколько меньше какие же можно сделать выводы использование простопина способствует положительной динамике клинических симптомов хронического простатита в системе мочевых путей в сексуальной и нервно-психической сферах применение простопина способствует улучшению объективных параметров предстательной железы ее функции и мочеиспускания применение этого препарата оказывает противовоспалительные действия нормализует клинические лабораторные инструментальные данные улучшает мужскую репродуктивную способность а каких-либо аллергических реакций и других побочных эффектов при использовании простопина не было зарегистрировано на что хочу еще обратить ваше внимание методы выбора коррекции нарушений эрекции и эякуляции по праву являются альфа-1 А адреноблокаторы и ингибиторы фосфодисты раза 5 при применении альфа-1 А адреноблокаторов наименее вероятно ретроградная эякуляция при приеме альфазазина однако влияние ингибиторов фосфодисты раза 5 а больные хроническим простатитом нередко прибегает к такого рода лечению это влияние на мужскую репродуктивную сферу неоднозначно я хочу познакомить вас с очень любопытными данными например виагра способна увеличивать подвижность сперматозоидов и увеличивать количество сперматозоидов каких-либо влияния на уровень репродуктивных гормонов виагра не оказывает таделофил сиалис к сожалению вызывает снижение подвижности сперматозоидов и об этом свидетельствуют вот те исследования которые были проведены варденофил не оказывает негативного влияния на показатели спермограммы ауденофил поначалу конечно были большие надежды что он улучшает показатели спермограммы однако в ходе больших клинических испытаний эти данные четко не подтвердились и если посмотреть влияние альфа-адреноблокаторов в частности альфузозина и тамсулозина на параметры спермы у здоровых мужчин а это были здоровые мужчины 18-36 лет с документированной нормальной сексуальной функции смотрите среднее изменение от исходного уровня концентрации сперматозоидов это изменение было наиболее благоприятным у альфузозина среднее изменение от исходного уровня общего количества сперматозоидов также весьма и весьма благоприятны количество пациентов с нормальной вязкостью спермы для альфузозина 92-92% среднее изменение от исходного уровня подвижных сперматозоидов более благоприятные данные альфузозина менее благоприятные тамсулозина аналогично среднее изменение исходного уровня сперматозоидов с аномальной морфологией из этого можно сделать вывод что тамсулозин оказывал негативный эффект практически на все параметры спермы у мужчин альфузозин и плацебо не оказывали отрицательного эффекта на параметры спермы а прием альфузозина сопровождался уменьшением количества аномальных форм сперматозоидов повышения концентрации и количества сперматозоидов одной из причин недостаточной эффективности лечения больных хроническим простатитом является вторичная иммунная недостаточность с нарушением регуляторного и эффекторного звеньев Т-системы иммунодефицита к его возникновению могут приводить длительное избыточное и бесконтрольное лечение антибиотиками негормональными цитостатиками кортикостероидами и он наблюдается не только у больных с активной или латентной фазой воспаления но и в фазе ремиссии нарушение нормального функционирования иммунной системы не только определяет более тяжелое затяжное течение хронического простатита но и способствует снижению или отсутствия эффекта лечения и развития осложнений иммунокоррекция при простатите необходима поскольку длительное лечение воспалительного процесса и нередко 1-2 неразумно проведенных курса антибактериальной терапии в прошлом не могут не подействовать отрицательно на состояние иммунной системы кроме того лечение простатита заключается не только в том чтобы избавить железу от возбудителем инфекции от воспалительного процесса но и в том чтобы не допустить развитие рецидивов значительные нежелательные сдвиги в иммунной системе у больных хроническим простатитом основания для применения иммуноактивных препаратов в комплексной терапии включение иммуномодулирующих препаратов позволяет добиваться положительного эффекта своевременной коррекции выявленного иммунодефицита способно предупреждать обострение воспалительного процесса эта терапия не является самостоятельным лечением а служит лишь дополнением к основному и непосредственно не приводит к выздоровлению но способствует достижению более стойкой ремиссии снижению риска осложнений и рецидива а далее мужчина страдающий хроническим простатитом или не страдающий живут в окружающем мире и испытывают стресс как эмоциональный так и оксидативный эти виды стресса между собой связаны а факторы которые вызывают стресс внешние эмоциональные бытовые социальные профессиональные экономические даже политические семейные сексуальные и внутренние то есть заболевания артериальной гипертензии язвенной болезни шимической болезни сердца метаболический синдром андрогенодефицит неврозы и так далее оксидативный стресс по определению это результат дисбаланса между выработкой активных форм кислорода и их захватом естественными антиоксидантами оксидативный стресс это несостоятельность антиоксидантной системы при которой клетки подвергаются воздействию чрезмерных уровней или молекулярного кислорода или его активных форм то есть свободных радикалов но нужно обязательно учитывать что образование свободных радикалов и свободно радикальной реакции это физиологический процесс который неизбежно с течением жизни способен приобретать патофизиологические черты и при оксидативном стрессе свободные радикалы начинают превалировать над естественными антиоксидантами вызывая оксидативные повреждения повреждения тканей и соответствующий воспалительный ответ свободные радикалы это нестабильные атомы и соединения имеющие один непарный электрон действующий как агрессивные окислители и в результате повреждающие жизненно важные структуры организма основным из них является супероксид который образуется при окислении молекулярного кислорода среди других перекись водорода хлорноватистая кислота пероксинитрит и так далее источником свободных радикалов в организме является эндотелий сосудов и клетки крови тромбоциты и лейкоциты и окислительный стресс возникает при нарастающем поступлении или нарастающем образовании свободных радикалов и при обладании окислительных реакций над восстановительными и реакции клетки на оксидативный стресс она весьма и весьма многообразна это и повреждение клеточных мембран и изменение митохондрий и эндоплазматического ретикулема аппарата Гольджи нарушающий важнейшие процессы в клетке заставляя ее работать на резервных уровнях оксидативный стресс связан с хроническим простатитом инфекциями передаваемые половым путем андроген дефицитом сахарным диабетом и наконец алиментарным дефицитом антиоксидантов но в свою очередь он приводит к прогрессированию хронического простатита усугубление симптомов нарушенного мочи испускания и к сексуальным расстройствам я уже говорил о витамине Е который обладает высокой антирадикальной активностью обеспечивает защиту ненасыщенных жирных кислот в мембранах участвует в формировании межклеточного вещества и волоконных структур витамин Е помогает свободному радикалу но при этом сам становится неполноценным чтобы вернуть его антиоксидантную активность его надо тоже восстанавливать и вот здесь не обходится без аскорбиновой кислоты однако затем восстанавливать надо ее ферментными антиоксидантами пероксидазами таким образом токоферолу витамину Е для полноценной работы необходима целая группа веществ витамин витамин С сказано и написано очень много следует подчеркнуть что он помогает синтезу стероидных гормонов обеспечивает метаболизм фолиевой кислоты регулирует окислительно-восстановительные процессы повышает устойчивость организма к инфекции в этом отношении следует иметь в виду для того чтобы проявились антиоксидантные свойства витаминов необходимы дозы превышающие намного превышающие их суточную потребность и вот здесь ярким примером может служить препарат селцинк плюс который содержит более 250 процентов от суточной потребности витамина С и более 300 процентов отсуточной потребности витамина Е кроме того он содержит бета-каротин предшественник витамина А который является мощным антиоксидантом и обеспечивает целостность эпителиальных тканей и регулирует рост костей жидкая часть сперма взрослого ведь содержит витамин С натрий кальций цинк лимонную кислоту фруктозу всего компонентов более 80 изучение влияния микроэлементов на здоровье в последние годы уделяет большое внимание и это связано со значительной распространенностью этого недостатка до 70 процентов чувствительностью органов и систем к их недостатку доступностью выявления дефицитных состояний и наличием эффективных методов и средств коррекции и примером являются такие элементы как цинк и селен не обладающие способностью накапливаться в организме если посмотреть на особенности метаболизма цинка он является внутриклеточным металлом и концентрируется что важно в предстательной железе а дефицит витамина А сопровождается недостаточным синтезом транспортных белков необходимых для всасывания и циркуляции цинка в организме кальций железо медь и магний ухудшают всасывание цинка а с возрастом содержание цинка в ткани снижается участие цинков физиологических и патофизиологических процессов во многом зависит от его содержания в организме это данные Всемирной Организации Здравоохранения о балансе цинка в организме поступление с пищей 13 мг основное при каждой экуляции мужчина со спермой теряет от 1 до 3 мг цинка количество цинков в ткани предстательной железы в 10 раз больше чем в других тканях других органов максимальная концентрация цинка наблюдается в периферической зоне а минимальной в центральной он находится внутри эпителиоцитов связан с белками в виде металлоферментов и высокая концентрация цинка обнаружена в митохондриях эпителиоцитов которых он ингибирует митохондриальную аконитазу способствующую уменьшению окисления цитратов цинк обеспечивает антимикробную активность секрета предстательной железы а дополнительное количество цинка вводимой извне уменьшает выраженность воспаления в ткани предстательной железы и активация цинкового каскада способна приводить к активации иммунитета защите клеток от свободных радикалов активации метаболизма протеинов участию в целом ряде процессов сперматогенеза в частности расшифровки ДНК в синтезе тестерона секрета предстательной железы сперматогенеза экспрессии генов и метаболизма нуклеиновых кислот а соответственно и всех процессов клеточного роста и дифференцировки поэтому именно поэтому комплекс патогенетически обусловленной терапии сексуальных расстройств у больных хроническим простатитом должен непременно включать эффективные антиоксиданты и микроэлементы и при хроническом простатите и мужском бесплодии селцинк позволяет снизить оксидативный стресс повышает количество сперматозоидов их подвижность увеличивает число нормальных форм он восполняет дефицит цинка селена витаминов может назначаться профилактически это известные данные института урологии по оценке эффективности селцинка плюс у больных хроническим неинфекционным простатитом с нарушениями фертильности вы видите что на фоне этой терапии повышается количество сперматозоидов увеличивается количество нормальных форм подвижность объема экулята и содержание селена в экулете наконец дискуссионный вопрос и он даже по моему на ура тв как-то поднимался это вопрос о массаже предстательной железы и его действие заключается в выдавливании воспалительного секрета в протоке в конечном счете в мочеиспускательный канал при массаже предстательной железы улучшается ее кровоснабжение что усиливает действие антибактериальной терапии эффективность массажа предстательной железы при простатите обусловлена уникальностью ее строения и расположения особым строением ее протоков и предстательная железа единственный орган массаж которого эффективно помогает излечению от острых даже воспалительных процессов массаж любой другой ткани или органа может привести к распространению воспаления и прогрессированию заболеваний насколько действенным может быть массаж предстательной железы свидетельствует пример который приводили наши учителя знаменитому тенору Собинову перед исполнением особо ответственных оперных партий обязательно делали массаж предстательной железы наконец перейдем к физическим методам общего воздействия на организм это и лечебная физкультура и гипербарическая оксигенация и гипокситерапия гипобарическая нормобарическая это горноклиматическая терапия это совместное действие гипоксии гиперкапния это общая гипертермия это криотерапия больниотерапия грязелечения мне приходилось выступать оппонентом на множестве и кандидатских и докторских диссертаций и я не переставал удивляться сколько же эти бедные больные терпят кто-то засовывает его в бар камеру кто-то его помещает в условиях достаточно горячей сауны и говорит что хорошо а другой загоняет его в клетку с пониженной температурой и говорит что от этого у него иммунные силы восстанавливаются он излечивается ну наверное наверное правильно относиться к этому нужно следующим образом хорошее лечение то которое помогает поэтому наверное индивидуально надо выбирать кому какой из методов общего физического воздействия следует применить действие местной физиотерапии должно быть направлено на усиление кровообращения в органах малого таза что способно повышать эффективность антибактериальной терапии местное применение физических факторов позволяет не превышать терапевтические дозы антибактериальных препаратов за счет усиления микроциркуляции как следствие повышения накопления лекарственных препаратов в предстательной железе и для физиотерапии могут быть использованы и электромагнитные колебания и ультразвуковые волны и лазерные воздействия даже повышение температуры вблизи предстательной железы в случае противопоказаний можно ограничиться микроклизмами различных лекарственных препаратов и просто теплой водой электростимуляция то есть лечебное применение импульсных токов для восстановления мышечных элементов предстательной железы и при этом безусловно отток секрета улучшается лазерная терапия с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения улучшает кровоснабжение устраняет застой стимулирует рассасывание инфильтративных процессов и обладает обезболивающим эффектом лазерно-магнитные аппликации позволяют уменьшить или устранить боли нарушение мочи и спускания половые расстройства значительно улучшает состояние предстательной железы и все это имеет и бактерицидный бактериостатический эффект способность оказывать усиленное воздействие в местах с недостаточным кровообращением отличает низкочастотный ультразвук он способствует и быстрому рассасыванию воспалительных инфильтратов и комплексное лечение с его использованием последовательного в течение одной процедуры ультразвукового воздействия на предстательную железу и мочеиспускательный канал это может быть по уретре это может быть через прямую кишку является обоснованным и высокоэффективным методом физиотерапии даже у больных застойным хроническим простатитом сопровождающимся закупок выводных протоков и выраженными изменениями в предстательной железе что касается аспирационных воздействий в свое время клиника или поликлиника доктора Гуськова этим увлекалась ну я вам скажу катастрофически порой после этих методов аспирации можно было наблюдать когда вместо предстательной железы у больного образовалась яма то есть как таковой ткани предстательной железы не было ну не было наверное и простатита но и функции предстательной железы тоже не было широкое широкое распространение получило применение низкоинтенсивного лазерного излучения как эффективного средства которое оказывает выраженное лечебное воздействие и низкоинтенсивная магнито-лазерная терапия она оказывает на предстательную железу биостимулирующие действия она наиболее эффективна при преобладании застойно-воспалительных изменений при отсутствии побочных эффектов происходит мобилизация защитных сил организма возникает обезболивающее успокаивающее стимулирующее действие а лазерное излучение активирует химические реакции улучшающие обменные процессы нормализует энергетический обмен питание и кровоток воспаленных тканей для этого применяют специальные ректальные зонды со световодом электролазерная терапия обладает комбинированным воздействием уретрального облучения гели-неоновым лазером с электростимуляцией и положительный эффект был отмечен при применении более прогрессивной эффективной безопасной и менее инвазивной трансректальной электростимуляции предстательной железы в свое время был предложен некий аппаратно-программный комплекс андроген и принцип его действия основан на одновременном комплексном воздействии трансректальной электростимуляции промежности мочевого пузыря предстательной железы семенных пузырьков низкоинтенсивного лазерного и светодиодного излучения магнитного поля нейростимуляции патогенных зон и наконец цветоимпульсной терапии одно из последних предложений которое вот совсем недавно поступило для применения у больных с мужскими сексуальными расстройствами ну и при хроническом простатите в частности это аппарат МКВ-01 Ива-Вита который был разработан в Саратове и он обладает способами вакуум-фалостимуляции и комбинированной компрессионно-вакуумной терапии то есть вакуум-фалостимуляции и урологического ректального пневмо-вибромассажа совсем недавно были получены предварительные результаты в нашем первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова и у пациентов была отмечена на фоне применения вот этого комплекса существенная положительная динамика как в клинической симптоматике также по параметрам боль мочеиспускания влияние на качество жизни и кроме того было выявлено снижение средних значений числа лейкоцитов постмассажной порции мочи и увеличение числа лецитиновых зерен что свидетельство об улучшении функциональной активности предстательной железы гипокситерапия смысл методики в использовании пониженного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе с помощью специального аппарата создается условие когда во вдыхаемом воздухе снижается концентрация кислорода организм после нескольких сеансов начинает стимулировать кровообращение в различных органах в том числе и в предстательной железе и за счет такого улучшения улучшается местный иммунитет устраняются застойные явления а гипербарическая оксигенация это известно заключается в значительном увеличении содержания кислорода в средах организма метод обладающий и бактерицидным и бактериостатическим эффектом устраняющим отечность ткани усиливающим репаративные процессы и устраняющим интоксикацию приведение больных хроническим простатитом часто к сожалению отсутствуют наши профилактические назначения пациент не получает рекомендации о применении профилактических препаратов с целью предотвращения рецидивов заболеваний в результате в период ремиссии который мог бы быть длительным он сокращается возникает обострение необходимость повторного комплексного лечения включая антибактериальные средства кому же все-таки необходима профилактика заболеваний предстательной железы очевидно это тем кто страдает застойными явлениями в предстательной железе это больные с признаками венозного застоя органов таза это те кто перенесли заболевания передающиеся половым путем для профилактики того хронического простатита который порой следует за этими мочеполовыми инфекциями те больные которые перенесли острый простатит для того чтобы не допустить его переход в хронический это больные хроническим простатитом для предотвращения обострений и наконец это пациенты с начальным увеличением предстательной железы то есть начальными стадиями аденомы без клинических проявлений а профилактика простатита наверное необходима каждому мужчине после 30 лет и она заключается в соблюдении очень простых правил не допускать переохлаждения не сидеть на холодных предметах регулярно заниматься сексом по различным данным хотя бы не реже 100 раз в год при сидячей работе сидячем образе жизни следует использовать любую свободную минуту для разминки и физкультуры постараться путем применения диеты и слабительных препаратов исключить запоры вести активный образ жизни пешей прогулки упражнения для исключения застойных явлений в области таза обязательное обследование состояния предстательной железы хотя бы один два раза в год соблюдение щадящей диеты с ограничением приема алкоголя острой жареной пищи консервированной пищи и проведение превентивных курсов амбулаторного лечения не реже двух раз в год в течение месяца одного курса санаторно-курортного лечения спасибо за внимание с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы спасибо большое Владимир Викторович у нас поступили вопросы здесь в общем-то как я уже говорила эта тема одна из наиболее дискутабельных в урологии вы прекрасно это знаете и наверное ни одна тема не пользуется такой популярностью может быть только радикальная простатоктемия в последние годы хронический простатит это в общем-то самая любимая тема поэтому у нас вопросов много готовьтесь отвечать к какому типу по данным национального института США вот классификация простатита отнести конгестию в простате без явных симптомов и какова тактика ну дело все в том что конгестия ведь это еще не простатит американской классификации касалась простатита то есть воспалительного процесса а конгестия будь то конгестия венозная или конгестия секреторная это еще не воспаление воспаление должно быть доказано поэтому конгестию в эту классификацию наверное пытаться впихивать не надо тем более если она без явных симптомов да ну рекомендовать регулярную половую жизнь не более того по коммунистическому принципу от каждого по способностям каждому по потребностям тактика при кистах в простате чаще всего которые возникают при конгестии дело все в том что это абсолютно доброкачественный процесс если если никаких клинических проявлений нет если нет признаков воспалительного процесса то вполне возможно динамическое наблюдение с использованием предпочтительно трансректальных ультразвуковых исследований для того чтобы посмотреть а будет это как-то меняться или нет потому что при отсутствии клинических проявлений порой вмешаться это очень легко и после этого вмешательства клинические проявления появляются что говорит об афиге приходит приходит и говорит доктор вот у меня раньше не болело а теперь болит а доктор ну что же вы хотите мы же вмешались мы же вам операцию сделали мы же там что-то проткнули ну и что делать так и живите теперь как вы относитесь к анализу андрофлорскрин при диагностике бактериального простатита ну хочу сказать что андрофлорскрин сейчас появилось очень много различных лабораторных методик и в общем-то кто как запатентует кто как назовет но все они в общем-то сводятся к одному это определение бактериальных вирусных и различных других возбудителей методом ПЦР в режиме реального времени ну наверное одна из самых нормальных методик в общем-то да безусловно мне только хотелось бы сделать одно одно маленькое маленькое по этому поводу замечание ну ПЦР это обнаружение остатков ДНК да совершенно верно да еще ведь занимается изучением антител в сыворотке крови иногда мочеполовые инфекции ставятся на основе исследований крови что с моей точки зрения это вообще нонсенс ну это нонсенс но здесь про это не говорится и андрофлора это именно ПЦР и дальше я хочу еще сказать что наши учителя были очень мудрыми людьми и они говорили что в основе диагностики всегда должен лежать анамнез а нам сейчас пытаются доказать что самое главное в диагностике это анализ причем любой не только лабораторный но и ультразвуковое рентгеновский магнитно-резонансный и так далее поэтому диагностика должна быть комплексной в основе в основе должен быть анамнез а лабораторные различные модификации их можно только приветствовать мне тут поступают вопросы очень заинтересовал препарат о котором вы рассказали про стопин я например вроде бы давно работаю урологом но честно говоря у меня нет под применение этого препарата поэтому хотелось бы тоже спросить вот сочетание вы говорили что он улучшает показатели спермограммы при сочетании хронического простатита и пастермия ну вот по инструкции там назначается на месяц но не мало ли это потому что мы знаем что сперматоген обновляется каждые 3 месяца может быть ну вот рационально дело все в том что сперматозой развивается действительно на протяжении 3 месяцев но однократно проведенный курс лечения и контроль через 3 месяца он и покажет есть эффект или нет а допустим лечить по стопинам месяц тут же брать спермограмму и не получить никаких позитивных результатов это значит дискредитировать метод поэтому все должно быть вовремя а если допустим назначить на 3 месяца с последующим контролем спермограммы why not понял возможно ли назначение простопина в комплексной терапии ну к примеру с альфа адреноблокаторами там с ингибиторами 5 альфа редуктазы может быть любое любое комплексное лечение его можно только приветствовать только чтобы не получалось что в этот комплекс включено все что можно больной запутается мне тут недавно показали список из того что должен принимать больной 12 там позиций я его спросил как вам вообще удается все это дело сочетать тяжело скажите пожалуйста в секрете простаты должна быть флора или нет спрашивают видите в чем дело это вопрос отнюдь не новый в свое время у нас был сотрудник в нашей клинике который много работал с детьми Виктор Григорьевич Казимиров вот он совсем недавно к сожалению умер царство небесное но он очень хорошо разбирался в детской урологии у нас в клинике детского отделения не было и он всегда говорил что у детей у детей даже в ответ на эндоскопические вмешательства гнойно-воспалительные изменения в нижних мочевых путях развиваются предельно редко потому что они как правило не инфицированы значит с взрослением ребенка с появлением сексуальной жизни нижние мочевые пути инфицированы я был оппонентом на одной кандидатской диссертации где оценивали возникновение и течение хронического простатита в воинском контингенте причем этот контингент был это были военнослужащие солдаты которые служили на космодроме плесецкой так вот что интересно если до службы в армии половой жизни не было то каких-то проявлений даже конгестивного простатита у этих солдат не было а если половая жизнь была если инфицирование было от половой воздержания в армии приводило к тому что сплошь и рядом под влиянием тех или иных факторов будь то охлаждение будь то там какие-то пищевые или алкогольные дела возникал тяжелейший простатит значит следует из ваших слов сексуальная жизнь это страшное зло сексуальная жизнь это процесс инфицирования мочевых путей кстати сказать ростовской школы профессор Коган Михайлович мой очень хороший друг они исследовали они показали что нижние мочевые пути у мужчин нестерильны что там флора оппортунистическая в очень низком титре но она там присутствует но в одних условиях это низкие титры и отсутствие патологических воздействий а в других условиях это могут быть и воздействия болезнетворных дорогие коллеги вы задаете вопросы по физиотерапевтическому направлению по массажу простат но я думаю что Владимир Викторович более чем подробно на это все ответил поэтому нет необходимости повторяться еще раз следующий вопрос если микроскопия секрета простаты без патологических изменений жалоб нет но в посеве сохраняется кишечная палочка 106 степени несмотря на несколько курсов комплексного лечения антибиотики ферменты альфа-адреноблокаторы надо ли добиваться стерильности секрета предстательной железы ну во-первых взятие посевов секрета предстательной железы если это не постмассажная моча а секрет в чистом виде он не исключает контаминации различного рода флоры потому что из протоков предстательной железы в экуляторный проток потом в простатический отдел уретры потом по всей по всей уретре а потом в зависимости от того как еще помыт половой член перед тем как получить эту каплю для посева поэтому я не берусь утверждать что эти 10 в 6 степени и шерихи и коли это результат контаминации может быть и нет но по идее по идее наверное надо не на секрет ориентироваться при отсутствии клинических проявлений а на мочу если там моча нормальная то вряд ли вряд ли это имеет какой-то клинической значимости если вы позволите от себя добавлю что Михаил Сичкоган тоже говорил что 100% допустим результаты посева предстательной железы если вы хотите выявить какую-то инфекцию только возможны при биопсии предстательной железы даже если постмассажную порцию мочи вы возьмете это не факт что та инфекция которая высеется это инфекция спростат конечно это просто смывается там уретра и все остальное поэтому я тоже согласна тут думаю что в общем-то в каждом случае индивидуально а если нет никаких жалоб то вообще зачем извините лечить спросить если у него нет бесплодия если у него нет еще чего-то зачем лечить объясните мне пусть живут может быть допустим назначить ему если это женатый человек или какой-то активно сексуальный молодой человек пусть живет половой жизнью пусть дренирует предстательную железу этого будет достаточно безусловно допускаете ли вы протективное значение определенных штаммов кишечной палочки в секрете простаты что значит протективное вот я то же самое вот то же самое задала вопрос поясните что такое протективное объяснили значит что вот существуют штаммы менее вирулентные при инфицировании которых в общем-то защищается простата от боли вирулентных ну можно я отвечу на этот вопрос конечно Владимир Викторович я вот в общем-то так подумала у меня было время пока слушали лекцию я подумала и вот смотрите да есть такие препараты убиотики да там применяется штамп кишечной палочки М17 которые обладают ну таким в общем-то лечебным свойством но не забывайте это же препараты убиотики для кишечника кишечная палочка она не должна быть ни в моче ни в простате понимаете поэтому может быть там в мочевых путях где-то при инфицировании потом кто определил ее вирулентность каким образом можно определить поэтому тут наверное для урологии этот наверное не применился разбираться разбираться в деталях в каждом конкретном случае да теперь еще два вопроса можно ли препарат простапин который на основе продуктов пчеловодства можно ли его применять для профилактики того же простатита того же синдрома хронических тазовых болей ДГПЖ можно да точно такой же курс не только в месяц я имею ввиду моно моно но и нуно нуно понятно все спасибо вам большое дорогие товарищи если у вас нет больше вопросов мы позвольте спасибо вам за терпение нет лекция очень объемная ее надо наверное все таки слушать по частям потому что такой объем информации сразу воспринять достаточно сложно вы же запишите обязательно значит тогда можно будет нажать на стоп отдохнуть а потом продолжить и продолжить потом читать но видимо так и придется делать спасибо большое и вам спасибо большое спасибо я был очень рад в очередной раз у вас побывать не последний надеюсь всегда с удовольствием спасибо большое до свидания всего доброго спасибо 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 Продолжение следует...